здравствуй наш юный друг тема нашего урока на первой степи структурные компоненты типы текстов сегодня ты вспомнишь о тексте и его частях типах текста описание повествование и рассуждение концу урока ты сможешь различать части текста повествования типы текстов повествование и описание прослушай предложение сравни предложение первого и второго столбиков какие из них можно назвать текстом и почему и так предложение первого столбика наступила долгожданная весна хорошо полистать любимую книгу собака бежала впереди меня на поляне росла одинокая рябинка сегодня у меня прекрасное настроение послушай предложение второго столбика прошло теплое лето идет ненастная дождливая осень перелетные птицы собираются в дальний путь первыми поднимают тревогу ласточки они чувствуют приближение холодной осени ты верно определил текст во втором столбике давай вместе вспомним определение текста текст это два или более предложений связанных по смыслу и грамматически текст можно озаглавить чтобы успешно выполнить упражнения которые будут предложены тебе на данном уроке необходимо вспомнить какими бывают тексты тексты бывают художественные и не художественные художественным текстом относятся рассказ стихотворение сказка легенда миф басня статья заметка репортаж характеристика инструкция заявление интервью объявления и реклама это не художественные тексты теперь давай вспомним какие типы текстов ты знаешь рассмотри внимательно схему и назови основные типы текстов верно выделяют три основных типа текста повествование описание рассуждения на этом уроке мы будем говорить о текстах повествование и описание повествование это рассказ о событиях связанных между собой последовательно по времени описание имеет последовательную характеристику и изображение предметов событий и людей основная задача такого типа текста создание представления об описываемом предмете текст повествование состоит из вступления основной части и заключения послушай легенду о домбре назови тему и основную мысль текста в давние времена на алтае жили два брата великана у младшего брата была домбра он очень любил играть на ней старший же брат был самолюбивым и тщеславным вот однажды захотел старший брат прославиться построить мост через бурную и холодную реку стал камни собирать начал мост строить а младший брат как заиграет так обо всем на свете забывает разозлился старший брат выхватил у младшего домбру и что было силу ударил ею о скалу разбился великолепный инструмент смолкла мелодия но остался на камне отпечаток прошло много лет нашли люди этот отпечаток стали по нему новые инструменты делать и вновь зазвучала музыка молчавшая долгое время в селениях вот так через этот прекрасный мелодичный инструмент и осталось среди людей память о младшем брате о старшем чеславном брате никто и не вспомнил выполни задание к тексту найди и прочитай части текста вступление основную часть и заключение какой это текст художественный или не художественный верно легенда о дамбре художественный текст определить тип текста верно легенда о дамбре текст повествования выдели главную информацию в каждой части текста запиши 4 5 предложений чтобы получился текст повествования используя вопросный план первое кто жил на алтае второе для чего старший брат собирал камни почему младший брат не помогал старшему что произошло с дамброй третье как музыка дамбры осталось в памяти людей запиши текст который ты составил тетрадь давай проведем с тобой исследование и выясним какие тексты мы называем художественными а какие не художественными прослушай диалог четвероклассников найди верные суждения и так суждение 1 текст это несколько предложений которые связаны по смыслу и объединены общей темой текст можно озаглавить суждение 2 в повествовательных текстах рассказывается о чем-либо в таких текстах есть ответы на вопросы что где как когда произошло суждение 3 в описательных текстах описываются люди животные события и картины природы в них даются ответы на вопросы какой какая какое суждение 4 художественным текстом относятся рассказ стихотворение сказка легенда миф и басня статья заметка репортаж характеристика инструкция заявление интервью объявление и реклама это не художественные тексты проверь себя все утверждения четвероклассников верны еще раз прочитай и запомни какие тексты мы называем художественными а какие не художественными рассмотри иллюстрацию картины джамбул джабаев и дина нурписова абрама черкасского послушай информацию об авторе этой картины из большой советской энциклопедии и определи какой это текст художественный или не художественный текст описания или текст повествования итак черкасский абрам маркович народный художник казахстана профессор живописи родился в украине в семье был десятым ребенком из 14 он окончил художественное училище затем академию художеств в 1941 году был эвакуирован в октабе оттуда приехал в алматы для преподавания художественном училище имени николая васильевича гуголя в музее имени Абылхана Костеева хранятся 65 произведений художника ты все верно определил текст о народном художнике казахстана не художественный это текст повествования используя план и опорные слова составь текст описания по картине как называется картина кто ее написал кто изображен на холсте чем заняты герои что находится на заднем плане картины какие краски использует живописец перед тобой упражнение которое ты будешь выполнять письменно прежде чем к нему приступить прослушай информацию рубрики это интересно в казахстане с 2018 года по указу президента казахстана появился еще один национальный праздник день домбры национальный день домбры отмечается в первое воскресенье июля одну из пьес Курмангазы которая называется Кинес в 2010 году в Китае исполнили 10 с половиной тысяч домбристов так домбра попала в книгу рекордов Гиннесса прочитай текст домбра самостоятельно определить тип текста художественный или не художественный текст повествования или текст описания спеши текст вставь пропущенные буквы проверь себя текст домбра не художественный это текст описания давай подведем итог нашего урока ответь на вопрос что такое текст закончи предложение существует три основных типа текстов ты сможешь воспользоваться предложенными ссылками на дополнительные ресурсы для самостоятельного изучения темы дорогие дети вы получаете самое основное содержание по новой теме другие материалы вы получите от своего учителя если у вас есть вопросы вы их можете задать учителю удачи в освоении нового материала наши юные друзья